здравствуйте сегодня 7 ноября 2016 года канал от подготовка программа периферийное зрение студии сергей окунев всех рад приветствовать напишите на связи ли мы сегодня у нас к сожалению могут быть некоторые технические проблемы но надеюсь что их не будет поэтому жду ваших сообщений что все хорошо всех видны и слышно все хорошо отлично отлично вот парадокс когда должны быть проблемы технически их почему-то нет когда технических проблем не должно быть нет никаких к этому предпосылка они обязательно появляются но сегодня как я уже сказал 7 ноября начнем с нашей традиционной рубрики этот день истории так и условно можно назвать 114 лет назад впервые был открыт вытрезвитель то есть сегодня у нас день рождения вытрезвителей произошло это в туле при инициативе по инициативе врача федора архангельского и в общем-то в 902 году открылся 1 в россии вытрезвитель под названием приют для опьяневших вот может кто-то спросит как я отношусь к вытрезвителям конечно я плохо относился к вытрезвителям когда они были потому что все мы знаем эти ужасные истории как там людей пытали и избивали каких условиях они там находились но при этом когда вы трезвители закрыли сейчас у нас нет в трезвителе мы видим огромное количество людей которые просто валяются на улице умирают иногда замерзают если это зима да иногда просто но то все проходят мимо них и в общем то я вот знаете как то не особое такое отношение к этой категории граждан я всегда вызываю скорую помощь когда вижу что лежит человек неважно пьяный он или трезвый ну потому что меня были случаи скажем тогда когда умирали знакомые мне люди вот так что просто были пьяные упали никто не подошел не остановился подумали что это какие-то бомжи и еще и как бы человек умер поэтому я всегда вызвала скорую помощь но не всегда она приезжает потому что скорой помощи тоже понять можно таких людей девать некуда в больницах мест для них естественно нет и как вот отсутствие системы вытрезвителей она к сожалению привела к тому что огромное количество таких людей которые просто остаются на улице и и очень часто даже умирают на улице просто потому что их некуда здесь 137 лет назад родился лейба давыдович бронштейн многим известным как лев троцкий 7 ноября 1879 года это произошло безусловно знаменательная фигура в российской истории какие-то оценки ему давать наверное я не компетентен я не историк но конечно безусловно человек который вошел в историю россии и последствия советского союза так или иначе да конечно я негативно отношусь к леву троцкому как в общем-то и в целом я не фанат коммунизма и особенно коммунизма начала до 20 века поэтому 73 года назад киев был освобожден в общем-то от немецких войск тоже очень конечно знаковый момент в истории великой отечественной войны и второй мировой войны в целом и в общем-то в истории россии в истории украины поэтому в общем-то поздравляю всех всех жителей украины которые в общем-то понимают значимость этого дня вот я правильные слова смог подобрать да ну и 25 лет назад указом президента ельцина прекращена деятельность кпсс и коммунистической партии с рсфср тоже очень знаковое событие многие наверняка из тех кто рассмотрит плохо слышно давайте ладно я не хотел чтобы микрофон вот так я думаю будет слышно получше сейчас да так будет лучше слышно висим да что уж такое пятницу не висел в пятницу к сожалению не был эфир поэтому поэтому и не из не висела сейчас нормально но будем надеяться но вы пишите тогда если что-то подвисает подвисает звук пропал звук пропал то что я молчу сейчас даже нормально привет из новосибирска привет новосибирску но все норма ну блин надеюсь надеюсь 25 лет назад не знаю может кто-то пропустил из-за проблем со связью указом президента ельцина прекращена деятельность кпсс и коммунистической партии рсфср вот у нас была такая дискуссия да в субботнем эфире на тему того там как я отношусь к тому что все мы граждане ссср я очень достаточно четко ответил как я к этому отношусь но в общем то вот 25 лет назад можно сказать серьезный такой шаг к окончанию советской эпохи в россии он был сделан но и многие помнят конечно тоже 20 сколько лет уже прошло с митинга да в москве такой один из первых митингов на котором были подняты российские флаги 123 года назад умер пётр ильич чайковский русский композитор дирижер и педагог тоже конечно очень знаковая фигура для россии вот сегодня про любую в общем-то про любой с про любое событие которым я сегодня в общем-то сказал можно сказать что это знаковое событие в истории россии действительно это так то давайте почитаем ваши какие-то сообщения в чате мой вопрос он очень важен для многих как относитесь к националистам которые совершили преступления в том числе и убийства и сидящих в тюрьмах длительные сроки даже пожизненные что с ними будет после 5 11 17 но во первых должен быть конечно пересмотр всех уголовных дел которых могла быть так или иначе замешана политическая подоплека я не говорю что все люди которые националисты кого-то убивали действительно такие есть все они невиновные все они в общем-то вырут на волю может быть нет но мы знаем что когда там люди определенной национальности да иногда даже не нежне граждане россии убивают русских людей получают там два-три года и потом уходит условно да и потом гуляет там по своим регионам а когда в общем-то наши сограждане русские люди но по политическим мотивам убивают каких-то других людей да то они получают там по 10 по 20 лет но наверное это не совсем правильно поэтому должен быть объективный пересмотр и если действительно новая судебная система беспристрастно решить что действительно человек сидит без политических мотивов он действительно совершил преступление и получил реальный срок именно тот который в общем то должен был получить тогда наверное в общем то все все честно но это я к тому что скорее всего конечно сроки будут снижаться потому что мы слышали сколько там по статистике недавно статистику опубликовали 35 процентов это только официально 35 процентов приговоров у нас несправедливый причем не только незаконные в смысле что людей невиновных сажают но еще и завышают сроки или занижают иногда сроки или дают там я не знаю условные сроки вместо реальных или наоборот реальные вместо условных поэтому в общем то надо каждый отдельный случай рассматривать отдельно вконтакте нет рекламы что идет ваша передача люди не знают каждый будний день 18 00 сегодня если не потерялся во времени понедельник поэтому как бы я думаю что большинство людей уже начинает привыкать у нас вторая неделя кстати до ночи вот ровно неделя с старта периферийного зрения сегодня спрашивает читаем ли мы почту мы читаем все почты не надо мне считать судьбу я знаю свою судьбу намного лучше чем вы куда тебе писать у нас новости в городе такие дебильные ржач присылайте дебильные новости что ваш ржач на электронную почту арт зрения собака gmail.com она есть в описании под данной трансляции прямо сейчас можете посмотреть есть группа вконтакте периферийного зрения опять-таки отдельная там вы тоже можете оставлять там есть отдельный раздел обсуждениях там вы можете оставлять ссылки на интересные новости которые вы хотели бы чтобы мы обсудили просит напомнить про лайки ставьте пожалуйста лайки дальше скажу ставьте лайки это понимает на стопе youtube привлекает новых зрителей новых соратников подписывайтесь кто еще не подписан в общем то если вы смотрите нашу запись в повторе вы все равно можете ставить лайки это нисколько не в общем то никак не меняет до ситуацию то есть вы также будете вносить свою лепту в развитие нашего канала и в развитие передач поэтому поддерживайте нас всячески так у нас сегодня вышел очень интересный рейтинг губернаторов вот здесь большая таблица я вам ее не покажу потому что вас документов нет нет не то что вас документ нет то что она очень большая надо увеличивать в общем я вам зачитаю рейтинг губернаторов абсолютно всех по оценкам в общем то их субъектах то есть как граждане оценивают на какую оценку своих губернаторов вот самый непопулярный губернатор оказался губернатор республики адыгея аслан хакун шеф получил он единицу но он не единственный кто получил единицу глава пермского края приморского края нижегородской области новгородской области рязанской области и наш любимый николай меркушкин самарской области все эти губернаторы получили оценку в единицу но вот у хуже хуже всех обстоят дела у губернатора рязанской области потому что в общем-то в 2013 году он даже получил пятерку а сейчас единицу то есть наибольший спад наблюдается именно у него хотя вот например тот же николай меркушкин в тринадцатом году во второй половине получил 4 с минусом но уж я не знаю кто ему поставил 4 с минусом а в двенадцатом году меркушкин и вовсе получил пятерку есть у меня большие сомнения по данному поводу да ну и дальше у нас идет большой пласт людей которые получили двойки это бурятия дагестан карелия республика саха якутия удмуртская республика алтайский край архангельская область белгородская область курска область липецкая область псковская область саратовская область томская алтай крым марил мордовия северная осетия алания хакасия и чувашская республика это двойки дальше тройки красноярский край хабаровский волгоградский иваново калужская кемеровская московской области мурманской область новосибирская орловская сурловская смоленская город санкт-петербург и хантамансийский автономный округ югра это тройки так или иначе четверки республика башкортостан ингушетия кабардино-балкария калмыкия карачао черкесия коми тыва камчатский край краснодарский край ставропольский край амурская область архангельская область Брянская область вологодского воронежской области иркутская область костромская курска магаданская Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Забайкальский край, город Москва, Севастополь, Еврейская автономная область и Ненецкая автономная область. Это четверки. И пятерки у нас получили глава Республики Татарстан, очень большие у меня сомнения, Чеченская республика, наш любимый Рамзан Кадыров, как же иначе, Владимирская область, Калининградская область, Кировская область, Ленинградская область, Сахалинская область, Тульская область, Ярославская область, Чукотский автономный округ и Ямал-Ненецкий автономный округ. это пятерки в общем то напишите да вот здесь я увидел чат уже омск прослушал омск я сказал получил четверку губернатор омска получил четверку омск по всем рейтингам находится на последних местах по дорогам по жилищно-коммунальной сфере по я не знаю там но почему угодно без обид омичи я очень люблю омск но так или иначе губернатор получает четверку но у меня большие сомнения напишите как вы относитесь к данному рейтингу услышали ли вы свой город какую оценку он получил согласны ли вы с этой оценкой будет ли сегодня мальцев будет 2100 как всегда будний день что изменилось да вот во владивостоке по факту подкупа избирателей возбудили уголовное дело я так понимаю что там награда избирателям было за открепительные эталоны 500 рублей естественно нужно было голосовать за единую россию вот странно правда происходило это на избирательной комиссии номер 522 возбудили уголовное дело по данной статье санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы мы будем конечно следить за событиями и смотреть как развивается это уголовное дело надеемся что в общем-то виновные понесут наказание сергей обещали полную публикацию программы преобразования страны за год до 5 11 17 во первых мы ее разместили ровно за год как мы и обещали 5 11 16 но там мы опоздали на час но я думаю вы нас простите за это мы ее разместили в общем-то ознакомьтесь я так понимаю такой с предъявой такой даст намеком что типа собрали ничего не соврали будьте внимательны вот хозяек собак с проспекта культуры отправили под домашний арест собаки напали на девочку я так понимаю да школьница стала жертвой нападение псов когда звонила по домофону не рваные раны и ссадины а также состояние шока эмоционально подавленные напуганы на меня очень часто нападали собаки хотя очень сильно люблю собак но как-то так вот и они меня очень сильно любят но вот почему-то так складывается ситуация что время от времени на меня нападают собаки один раз даже может быть кто-то возмутиться там создаст петиции за за то чтобы меня посадили в тюрьму один раз мне даже пришлось застрелить собаку ну потому что в общем-то собака была бойцовская и я понял что я от нее не убегу и в общем-то сложно было ей какое-то противодействие но ее спустили именно для того чтобы в общем-то она мне нанесла какие-то травмы скажем так поэтому пришлось к сожалению и убить и мне кстати очень жалко очень жалко несмотря на то что собака чем-то серьезную опасность не представляла мне до сих пор уже несколько лет прошло мне жалко что касается этой ситуации но в общем-то хозяйку собак нужно понять что это за собаки и что значит хозяйка да то есть если это именно собаки которые она действительно владелица то это одно но мы очень часто знаем когда люди просто я по саратову знаю люди подкармливают каких-то собак в общем-то условно называют себя их хозяевами где-то во дворе они живут а потом они кого-то кусают этих людей привлекают я знаю несколько таких ситуаций сергей куда отправлять новости я же сказал электронная почта от зрения внизу она есть джи миловская в описании под видео обязательно присылайте нам свои новости як-52 сегодня совершил жесткую посадку в самаре принимая участие в параде памяти очень интересная новость я 52 уже не первый раз падает самаре сейчас я об этом скажу но во первых для тех кто не знает в россии всего их на 2015 год по пардон на 2016 год 339 экземпляров в общем-то да и штук самолетов як-52 и из них исправны менее 100 по состоянию на октябрь 2015 года то есть сейчас можно сказать что еще меньше то есть достаточно в общем-то редкий самолет но не сказать что очень редкий но тем не менее как бы не в таком количестве как там каким-то я по 17 например да вот упал он самарской области причем вот опять называют это жесткой посадкой меня всегда так радует я так понимаю что он носом дал в реку то есть вошел едва ли не вертикально в воду и естественно это никакая не жесткая посадка это самое настоящее падение но при этом нету видео к сожалению или к счастью я уж не знаю этого инцидента поэтому только со слов очевидцев можем об этом судить я так понимаю что там два было члены экипажа пилоты до которые в общем-то остались живы к счастью большому их очень спасли находившиеся рядом сотрудники геймса и они только получили в общем-то охлаждение по причине того что очень сами понимаете холодно нынче но вот интересно что в 2015 году 25 октября то есть практически за год да то есть ну там за исключением нескольких дней висит подвисает эфир но я надеюсь что он сейчас ответить опять норм сейчас да это очень плохо конечно мы вот пытаемся вот у нас здесь не сразу купили себе 10 модемов ни один из которых не работает наладим интернет новое помещение сами понимаете я думаю что сегодня уже этот вопрос решится идет все но подвисает но я продолжу потому что почти едва ли чем-то могу здесь что-то могу исправить да я сказал что практически год назад опять тот же самый як-52 я опять самарской области упал правда в поле и в общем тогда решили что это из-за ошибки пилота посмотрим каким выводом придут в данном случае эксперт что стало в данном случае причине висит подвисает очень-очень плохо тут вот пишут говорят от постоянного вранья у человека увеличиваются уши научное открытие но напишите где я что вру они меня не увеличиваются они у меня всю жизнь были таким не я не покрасился я просто немножко тут с камерой хотел такую потеплее картинку сделать я теперь рыжий какой-то да на камере да слушайте я рыжий но я не рыжий на сфер на самом деле просто такой цвет он выдал почему-то мне я не красился так я надеюсь что все хорошо у нас по крайней мере напишите нет висит да что ж такое картавость я не картавлю напишите все ли нормально и мы продолжим очень хорошо в челябинской в челябинске пардон маршрутка влетела в электроопору пострадал трехлетний ребенок но вот я не очень понимаю почему это называют маршрутка это авто автобус пас да то есть у нас продолжаются уже вторую неделю ровный уже вот сейчас пошла вторая неделя как бьются автобусы страдают в этом как правило дети ну что ну не знаю я вот в автобусах принципиально не езжу в саратове вот мне тоже на вокзал когда нужно было ехать чтобы уезжать в москву я специально взял такси потратился чтобы не ехать на автобусе хотя без проблем мог на автобусе поехать но ну его нафиг потому что сейчас мы каждый день видим эти новости про разбивающиеся автобусе вот на тульской трассе пешеходы переехали 5 автомобилей жуткой конечно история но так понимаю что а 55-летний мужчина вышел в общем-то на трассу в неположенном месте его сбил один автомобиль после чего был очень сильное движение да то есть автомобиль с большой скоростью двигались не успели все затормозить и аж пять автомобилей в общем-то его переехали изначально пешеход сбил 20-летний водитель управляющий автомобилем значит девятка девятка это который двигался направлении орла жуткая история у жилого дома на северо-западе москвы нашли два снаряда времен войны опять мы это слышим на прошлой неделе до в москве нашли снаряды какие-то в больнице теперь нашли снаряды в москве у жилого дома но я уже говорил что общем-то под снаряды сейчас можно списывать все что угодно это очень удобно я не знаю я там не был что именно в этой ситуации произошло но я уверен что наверняка будут такие случаи или даже может быть уже были но мы о них пока не знаем когда в общем-то находили реальные взрывные устройства которые не не времен второй мировой мягко говоря да и чтобы в общем-то не сеять панику среди населения отчитывались о том что это всего лишь какие-то снаряды эх войны что сказать взрыв бытового газа в иваново унес жизни шести человек это вот уже достаточно старая новость однако были выходные мы о ней не говорили конечно жуткая ситуация произошел взрыв в иваново действительно большой резонанс она получила получила это сообщение да то есть и вот определенный суп мы выплат пострадавшим при взрыве газа в иваново около 4 миллионов рублей будет выполнить выплачены из бюджета ивановской области пострадавшим от взрыва бытового газа там губернатор очень активно коньков в общем-то взялся за то чтобы всем там помочь и всех спасти и в общем-то дальше идет состояние здоровья пострадавших при взрыве в иваново улучшается это безусловно хорошо хотя так понимаю там один человек был госпитализирован 70 процентами ожогов тела и в общем-то на следующий день скончался в больнице поэтому изначально была информация о трех пострадавших потом она выросла в общем-то до в отметке в пять человек вот последние данные это шесть человек но будем надеяться что на этом в общем-то закончится конечно страшная история пострадавший от взрыва газа в иваново пострадавший дом до пострадавший дом от взрыва в иваново снесут а жители расселят но это в общем-то очевидно было в данном случае потому что конечно дом пострадал очень сильно у меня кстати есть фотографии я вам сейчас безусловно их покажу может быть кто-то их еще не видел вот так выглядит этот дом взрыв произошел я так понимаю в центральной части так он выглядит двухэтажный дом но в данном случае конечно может быть от немножко кощунственно звучит но к счастью в двухэтажном произошел взрыв потому что мы знаем в общем-то примеры когда складываются целые подъезды да и гибнут десятки а иногда может быть и сотни людей от взрыва газа потому что в общем-то 9 или там даже выше этажные дома долго там разбирали завал и вот так выглядит дом пострадавший сверху данной власти в иваново готовы расселить весь квартал рядом спас пострадавшим домом но у меня сразу возникает вопрос почему не расселить весь район почему не расселить все иваново очень странная история вот на самом деле мы уже говорили об этом что происходят взрывы газа вот я об этой истории не знал и когда я первый раз прочитал о том что какая-то какой-то взрыв в иваново произошел я думаю о чем сейчас будут говорить первое о чем скажут что взрыв произошел по вине какого-нибудь пьяного или наркомана о том что обязательно всем заплатят деньги и скорее всего в двойном или в тройном размере о том что всех переселят за счет бюджета в новостройки и возможно о том что переселят даже не пострадавшие в общем-то участке дома но вот я не знал что речь идет о двухэтажном доме в общем там естественно нужно переселять весь дом но тут как видим еще и весь квартал хотят переселять но это вот уже не первый раз и мы говорим о том что очень большие у меня есть сомнения о том что у нас такие меценаты в правительстве да почему вот например у нас аварийные дома которые например саратове находите во многих домах почему их не переселяют хотя там тоже люди живут ежедневно в опасности я помню в прошлом году была ситуация когда в саратове обрушился подъезд но не весь к счастью там тоже двухэтажный дом обрушился обрушилась несколько лестниц да то есть люди оказались в общем-то закрыты в своих квартирах потому что открываешь дверь а там очень-то лестницы нету то есть просто пролеты рухнули и никто их я так понимаю переселять не собирался да то есть там уже только когда когда речь пошла о том что действительно людям нет возможности выйти выйти из дома на только тогда там кто-то что-то зашевелился это речь по моему ремонте шла вот надо погуглить посмотреть ситуации сейчас уже подробно не помню когда я ее освещал это я точно помню вот а тут вот сразу все засуетились поэтому есть большие сомнения да и глава мчс назвал сроки проверки газового хозяйства в ивановской области теперь естественно во всей ивановской области будет проверять газ до этого этого делать не нужно было очевидно а вот теперь после того как уже все произошло теперь там будут проверять газ потом наверное что еще нужно будет проверять во всей россии теперь у нас бурт опять волна очень проверка газом после того как уже все произошло да вот пишут о том что до конца отопительного сезона взрывы бурт через день это не удивительно почему потому что во первых большего до сих пор огромное количество домов которые просто в которых нет отопления причем и в как в крупных городах в иваново в саратове в костроме в крупных городах так и в мелких городах конечно тоже есть огромное количество домов которые просто не отапливаются люди отапливаются за счет газа включают комфорки включают даже иногда духовки для того чтобы оттуда шло тепло чтобы банально просто было хоть хоть немножко тепло по этой причине происходят пожары по этой причине происходит на взрывы газа это во первых во вторых огромное количество сетей газовых которые остались со времен советского союза и ни разу не ремонтировались то есть они находятся в ужасном состоянии, жители, естественно, их ремонтировать не могут по причине того, что нет средств, этим просто никто не занимается. Это второе. И третье, даже там, где есть какое-то отопление, даже там, где есть условия нормальной жизни, у людей нет возможности платить за коммунальные платежи, им отрезают горячую воду, им отрезают отопление, им отрезают иногда там газ, свет и так далее. И, в общем-то, люди, опять же, вынуждены, чем придется, отапливаться, и вот вследствие происходят такие истории, такие ситуации. Пишут о том, что Иванова склоняется в Иванове. Возможно, не буду спорить. Возможно, да. В Екатеринбурге запретили митинг натуралов. Это пишут нам в чате, я не знаю эту историю. Так, в целом, я... Во-первых, не нужно запрещать, конечно, никакие митинги, это очевидно, но митинг натуралов... Вот я бы не пошел на митинг натуралов, хотя и натурал. Естественно, не очень понимаю, то есть, но если надо проводить митинги натуралов, то тогда нужно проводить, я не знаю, там, митинг людей, которые душат воздухом, митинг людей, которые пьют воду и так далее. То есть, это аксиома, это нормальные вещи, не нужно проводить... митинг нормальных, вот, мне кажется, просто нет в этом смысла. Пишут, не склоняется, Ивановна. Вот у нас лингвистические такие дискуссии начались. Вот пять человек пострадали в результате взрыва на Омской птицефабрике. Тоже интересная история. Интересна она тем, что я говорил на прошлой неделе, что будут продолжаться пожары, чрезвычайные происшествия на предприятиях. В первую очередь началось это с казанского НПЗ, с татарстанского... Ну, в Татарстане произошло. НПЗ загорелось, потом горели склады какие-то, 2500 квадратных метров, огромная территория горела. Теперь вот произошел взрыв на Омской птицефабрике. Я покажу, там очень серьезный, кстати, взрыв произошел, я так понимаю, пострадали люди. Пять человек пострадали в результате взрыва, да. Как видим, что последствия взрыва и пожара, они виднелись в городе, даже в достаточно большом расстоянии. Да, ну и вот я... Сейчас... Я вот не показал вам картинку, вот сейчас я нашел, это упавший самолет, о котором мы говорили, Як-52 в Самарской области. Ну, вернее, то, что от него осталось, он сам утонул. Это возвращаясь к предыдущим новостям. Ну, птицы взорвались. Ну, смех смехом, пять человек пострадали. Следственный комитет назвал причину смерти школьника на соревнованиях по баскетболу. Опять мы видим, в школах гибнут дети в этом году. Это уже не первый, не второй, не третий, не десятый, наверное, случай. Только то, что доходит до средств массовой информации в Омской области. Это произошло. умер от врожденной аномалии развития сердца. Причем, я так почитал комментарии, в общем-то, родителей, они говорят, что никогда их ребенок не жаловался на какие-то боли в сердце. Ну, я думаю, что, конечно, действительно, есть большой процент людей, которые просто не знают о тех или иных врожденных болезнях или приобретенных со временем болезнях. И они неожиданно резко проявляются. Но все-таки этот процент достаточно маленький. Нужно выяснять, что произошло в конкретно данном случае. Конечно, это всем очень просто. Это самый простой вариант врожденной аномалии и все. Но надо, конечно, разбираться, выяснять. В Перми подросток погиб, упав с 16 этажа. Ну, вот мы, конечно, не шутки ради, но, тем не менее, человек погиб, подросток тем более. Но мы говорили о том, что была волна, когда подростки и взрослые люди падали с каких-то невероятных вершин, там, с 25 этажа, да, с 11 этажа и оставались живых, там, иногда даже какими-то травмами незначительными отделывались. И потом вот эта волна закончилась, начали дети падать с окон, с балконов и разбиваться насмерть. Мы сказали о том, что, в общем-то, наверное, наверное, вот эта фартовая линия, да, она закончилась. Вот фарт закончился, и вот сейчас опять погиб подросток, упав с 16 этажа. ему не повезло, как его сверстникам, там, две недели назад. В Петербурге предъявят обвинение право-радикальному активисту, ну, вот, право-радикальный активист. Что бы он мог делать? Ну, наверное, он на кого-то нападал, кого-то избивал, там, я не знаю, что-то сжег, нет, он ни на кого не нападал, он в очередной раз оставил какой-то, в общем-то, очень опасный экстремистский комментарий, вследствие чего на него был возбужден, возбуждена часть первая, статья 282 Уголовный кодекса, ну, в общем-то, наша любимая 282 статья. 45 лет мужчине, то есть на этот раз это не 20-летний молодой человек, как это чаще всего бывает, но, тем не менее, вот мне очень нравятся комментарии Следственного комитета в ходе проведения обыска у подозреваемого были изъяты предметы преступления, подтверждается его причастность к совершению они уже все решили, он уже причастен, предметы преступления изъяты, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. Ну, странно, что его не засадили еще в СИЗО, в принципе, чаще всего так и бывает, это же очень опасный, жуткий, в общем-то, экстремист и террорист, который грозит конституционным устрою России, а его почему-то под подпиской оставили. Да, ну и вот у нас начали реставрировать Саратовский вокзал, вот стоило нам уехать, вот как-то у нас так получается, без нас ничего не происходит в Саратове, вернее, наоборот, все происходит без нас, то есть мы в прошлый раз уехали, у нас ни с того, ни с сего совершенно непонятно, зачем начали делать улицу Волжскую, причем просто за один день решили, будем делать улицу Волжскую пешеходной, но мы об этом говорили уже тысячу раз, в этот раз мы уехали, и вот прям буквально на следующий же день начали реставрировать Саратовский вокзал. Казалось бы, очень хорошо, надо порадоваться, Саратовский вокзал не очень хорошо выглядит, но я вот вам хочу показать, как выглядел Саратовский вокзал в 20 веке, в 19 веке, выглядел вот он таким образом, да, может быть, конечно, привокзальная площадь выглядит не очень ухоженно, да, то есть такая грунтовая дорога, хотя сейчас она не лучше выглядит на самом деле, но сам вокзал выглядит достаточно мурментально, да, то есть это настоящий такой замок, дворец, вот еще такая фотография, более свежая, ну, то есть мы видим, что достаточно красивый, интересный вокзал, чем-то московские вокзалы в принципе напоминают, а вот как сейчас выглядит Саратовский вокзал, причем если кто-то думает, что вот его там покрыли какими-то стеклянными сайдингами, и это красиво, это нисколько некрасиво, его превратили просто в какую-то коробку бесформенную, безжизненную, покрыли вот этими стеклянными, причем непрозрачными, вообще не понимаю, зачем они нужны, стеклянными вот этими вот плитами, да, ну, насколько это хорошая реставрация произошла, кстати, по-моему, еще в советское время его так отреставрировали, если я не путаю, но вот сейчас его в очередной раз решили реставрировать, мне уже страшно, даже заранее страшно, во что его превратят на этот раз. Да, сегодня у нас звучало много новостей, большинство, вернее, новостей, из тех, которые присылаете нам вы, наши зрители, поэтому большое спасибо тем, кто присылает нам новости, оставь новостей дяди Славе, новостей сегодня уйма, понедельник вообще очень такой насыщенный день в плане новостей, поэтому не беспокойтесь, новостей хватит всем, присылайте нам новости со своих регионов, обязательно присылайте нам видео со своих регионов, может быть, какие-то прямые включения, может быть, у вас есть какой-то интересный случай, который вы хотели бы рассказать, скидывайте нам обязательно, я вас, в общем-то, выпущу в эфир, по четвергам у нас будут прямые включения с гостями, это может быть и вы, мы с вами пообщаемся, подискутируем, если интересно, поэтому оставляйте свои заявки, сделать это можно на электронную почту, которую я уже объявлял, она есть в описании под видео, или же ВКонтакте в одном из разделов нашей группы. Вы херню рассказываете про местные чрезвычайные происшествия, скукота, ну вот вам скукота, люди живут в этих условиях, в общем-то, эти автобусы, которые бьются, они бьются везде, и в Саратове, и у вас в городе, вот где бы вы ни жили, у вас, я уверен, бьются автобусы, люди умирают от пожаров, поэтому это не... Может быть, это и скукота, но это те новости, которые мы их не придумываем, если бы мы их придумывали, если бы это была такая художественная программа, да, что вот я сижу и придумываю новости, можно было бы сказать, ну, наверное, ты плохо придумываешь новости, а так, я их, к сожалению, не придумываю, они происходят у нас. Давайте на вопросы на ваши поотвечаем. Задавайте свои вопросы, у кого они есть. Да, классический вопрос. Вопрос. Насмотры упали на 30-40 тысяч, это неправда. Подписчики уходят каждый день, что скажем? Скажем, что это совершенно ожидаемо, ничего совершенно страшного и какого-то вот сверхъестественного в этом нет. Естественно, прошли выборы, был большой приток людей, которым была интересна вот эта движуха выбранная, выборы закончились, остались только те люди, такие самые уверенные, причем, если мы посмотрим, какое было количество просмотров до Праймерис, до выборов, то есть это там февраль, например, 2016 года, ну или раньше, то мы увидим, что показатели были примерно такие же. Я это причем вижу в динамике, в статистике. Те, кто говорят, что у нас там выборы не дали совершенно ничего в плане подписчиков, но до начала выборов, до того, как мы объявили Праймерис, было 87 тысяч подписчиков. Сейчас их 110, если я не ошибаюсь, или 111 тысяч, то есть мы видим большой прирост больше 20 тысяч подписчиков. То, что там кто-то отписывается, несколько выпусков назад я показывал статистику, кто и сколько подписчиков, кто и сколько подписчиков уходит, сколько приходит, ничего страшного не происходит, каждый день кто-то подписывается, кто-то подписывается, происходит такое, в общем-то, изменение, то есть очищение, скажем так, нашего канала, ничего страшного в этом нет. Сергей, хорошо, митинг у вас пошел в Саратове, молодцы, спасибо. Если это не ирония, то спасибо. Сергей, борт, у вас материалы, разоблачающие Путина. Все то, что я здесь перечислял, и сегодня, и вчера, и позавчера, это материалы, разоблачающие Путина. Если кто-то это не понимает, ну, в общем-то, кто не понял, тот поймет, да, процитируем классиков. Это действительно материалы, разоблачающие Путина. Вот знаете, там кто-то считает, что нужно выкладывать какие-то сообщения о его дачах, квартирах, самолетах, вертолетах. Но лично мне, наверное, неинтересно. Вот мне неинтересно, какие вертолеты и самолеты у Путина. Мне вообще-то наплевать на это. У меня нет ни вертолета, ни самолета. Мне, наверное, интереснее, что происходит в нашей стране. Мне интересно, почему в Иваново взрываются дома, почему люди бьются на автобусах. И вы будете смеяться, но в этом виноват Путин. И это действительно так. Почему до Марса не долетим? Вы понимаете, разговор о Марсе и о том, долетим мы или не долетим, но мы не долетим, это как разговор о Боге. Вот я вам скажу, что Бога нет, а вы мне скажете, что Бог есть. Я вам скажу, покажите мне Бога. Но это, я понимаю, это может быть немножко из другого оперы, то есть я вам говорю, что мы не долетим до Марса, вы мне скажете, что мы долетим до Марса, я вам скажу, покажите, покажите мне человека на Марсе. Его там пока нет, поэтому пока это всего лишь предположение, у меня есть свое предположение, оно на определенных вещах достаточно, как бы, для меня серьезных базируется, у вас есть свои предположения, причем все, в общем-то, сейчас начнут писать о том, что рано или поздно все равно мы к этому придем, изобретем какие-то космолеты, я вообще нисколько не сомневаюсь, даже вот может быть сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам долететь до Марса, но дело не в технологиях. Даже если у нас будет, я не знаю, телепорт, вот здесь стоит такая дыра телепортическая, и вот там будет Марс, все равно мы туда не попадем. Это мое мнение, и если у вас есть, в общем-то, доказательства того, что люди есть на Марсе, покажите мне их. Руки прочь от Марса. Что насчет соцопросов, будем ли делать, я вот делаю в Башкирии, и могу, если надо, скинуть результаты очень хорошо, сбрасывайте очень хорошо, очень интересно будет посмотреть. Так роботы-то уже были много раз, только я не про роботиков говорю, я говорю про людей. Если вы не робот, если вы мне пишете, не будучи роботом. Так, ну что, у нас разговоры о СССР переросли в разговоры о Марсе. Давайте, может быть, как-то более о чем-то приземленном, зимном. Проводите тематические эфиры по разным темам. Это интересный вопрос, я думал об этом. У нас уже определился такой определенный график. В четверг у нас будут прямые линии с какими-то гостями. В среду у нас будут ответы на вопросы. В прошлый среду полтора часа был эфир, я полчаса отвечал на вопросы. В общем-то, поэтому будем какие-то еще нововведения на разные дни, разные тематики. Вполне возможно. Программа, она развивается. Мы запустились, нам всего неделя. Поэтому кто-то там пишет о том, что вот это все неправильно, это все не так. Давайте делать так, давайте делать правильно. Сережа, тебе нравится быть диктором? Мне вообще не нравится быть диктором. Я отвратительный. Вы вообще говор моему слышали, какой я диктор? Тебе нравится быть диктором. Эти новости мы и без тебя знаем. Людям не это нужно. Напишите, что нужно людям. Очень интересно. То есть, вы-то знаете, что нужно людям, а мы не знаем. Но мне тогда очень интересно послышать, что нужно людям. Куда скидывать результаты соцопросов? Я же говорю, есть электронная почта моя. Вот эти программы, периферийное зрение. Внизу в описании она есть. Там прямо написано электронная почта периферийного зрения. Программа периферийного зрения. Отправляйтесь вы. Сергей, вы как президент, какой процент на космос бы выделили? Большую статью про проект Voyager, Voyager 1, 2 и так далее. Поэтому, конечно, это очень интересно, когда сидишь и задумываешься о том, что есть люди, которые, то есть они внесли свое имя, в общем-то, не только в историю страны какой-то США, Советского Союза или как-то иначе, а вообще в историю человечества. То есть люди проектируют какой-то космический корабль, там, я не знаю, зонд, который сейчас является самым далеким объектом от Земли, вообще находящимся в космосе. Он перешел в межзвездное пространство. И ты понимаешь эти масштабы и понимаешь вообще, что двигает этими людьми. Не деньги, денег здесь никаких нет. Это отрасль, которая вообще денег не приносит. Поэтому это, конечно, очень круто. Вот это действительно люди посвящают себя человечеству в глобальном смысле изучения. Космоса, безусловно, важно. Если вы думаете, что у меня там какое-то мнение по Марсу есть, это значит, что вообще нужно забить на космос. Конечно, нет. Сергей, ты 365 дней будешь перечислять, где и что упало, сгорело и так далее, а потом произойдет революция? Вы не уверены, ну, будьте не уверены. Вы думаете, я буду вас в чем-то убеждать? А нафига? Вот у меня такой вопрос. Ну, вы можете постоять и посмотреть за шторкой. Я вас никуда не тяну. Без проблем. Вы в этом не уверены. Вы видите какие-то 0,3% и считаете, что этого достаточно, чтобы сформировать какое-то свое мнение. Нет, оно в принципе достаточно. У вас есть свое мнение, без проблем. Вот на основании этих 0,3%. Я вижу чуть больше, чем вы, и поэтому, в общем-то, у меня мнение противоположное от вашего. Я считаю свое мнение более, в данном случае, компетентным, потому что вижу больше. Про бюджет. Будет ли бюджет, но бюджет так или иначе будет, а как иначе? Или вы думаете, что мы придем в СССР и у нас будет коммунизм? Нет. Почему вы с Мальцевым не подключите выделенку? А о чем речь? В смысле, что именно вы называете выделенкой? Вот вопрос на вопрос ответил. Со Скальдом хотел бы пообщаться? Я не хотел бы, в смысле... Не, не то, что не хотел бы. Я не собираюсь писать Скальду и говорить, ну давай, ну пожалуйста, ну позови меня в эфир. Нет. Если у него остаются какие-то вопросы, ну я с удовольствием посмеюсь над этими вопросами вместе с вами. Поэтому, как бы... Вот так. Я читал ваш проект и я по некоторым пунктам не согласен. Это же очень хорошо. А как? Вы как думали, что мы... Сейчас, секундочку. Сейчас отвечу. Вы думали, что мы вывесим проект и все будут с ним согласны? Ну, наверное, нет. С некоторыми пунктами вы не согласны. Никаких вопросов. Давайте как-то вносить изменения. Смотря с какими пунктами вы не согласны. Хотя, в принципе, там все достаточно приземленно и объективно. Кто-то, кому-то это кажется неприземленным и необъективным, но у вас свое мнение. Сергей, договорились ли вы об эфире с Владом Жуковским? Сейчас ведем переговоры. В общем-то, мы вышли на связь. Начнем с этого. Мы вышли на связь. Где посмотреть проект? В группе ВКонтакте есть проект. Сегодня мы вывесим еще ссылку на наш сайт. Пока не договорились. Ну, в смысле, он написал, что он не против, но я не могу вам пока сказать, потому что сам не знаю, какого числа, во сколько и где будут будут эти дебаты. Андреем Девятовым не знаю, кто такой Андрей Девятов. Извините. Я много кого, кстати, не знаю, из популярных людей. Это не значит, что он как-то недостоин моего внимания. Нет. Расскажите, кто такой Андрей Девятов. Может быть, с ним эфир будет. Нужно ли присылать свои варианты программы? Давайте доработки какие-то не нужно присылать в целом новую программу. Мы вот такую рыбу сформировали, серьезную такую уже рыбу. Вот осталось ее, может быть, немножко в такую чешую собрать, да, какие-то мелкие вещи. Как донести свое письмо, если он не читает свою почту до Вячеслава? Вячеслав Числав читает свою почту. Какое вероисповедание у Мальцева? Но если вы смотрите хотя бы больше двух программ, я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос. Эфир снизором с удовольствием. Если твоего друга увлечат в коррупции, и ты сможешь повлиять на ход процесса, ты повлияешь. Вопрос. Смотря какого друга, смотря в какой коррупции, если мой друг там даст какую-то, я не знаю, шоколадку врачу, конечно, я буду всячески упираться, чтобы этого человека не отправили в тюрьму. Если он там будет катать собачек-шувалов на самолете, вернее своих собачек, как шувалов на самолете, то, конечно, я не буду. Хотя я говорю, смотря каких друзей. И смотря какие именно ситуации. То есть ситуации-то разные бывают. Но я так сейчас очень малое количество людей по пальцам одной руки могу пересчитать, за которых я стал поступать. И то, опять же, смотря в каких ситуациях. Слишком простым языком проект написан. А проект как называется? Народный проект. Народу-то нужно простым языком объяснять. Вот эти вот талмуды, которые там пишут, серьезные экономисты, ну, не знаю. Наверное, экономисты пишут для экономистов, народ пишет для народа. Что ты можешь сказать по поводу убийства имамов в Ставрополе, начиная с 13-го года? К сожалению, ничего. Для этого есть вы, человек, который об этом что-то знает, присылаете нам. А я озвучу. Когда заработает сайт? Надеюсь, что сегодня. Ну, вернее, он, я так понимаю, уже заработал. Сегодня мы его озвучим. Так, давайте еще пять минут поотвечаем. Пишут, что я уставший. Я не уставший, просто менее, может быть, какой-то взрывной и эмоциональный, чем в субботу. Не очень выспался. Не знаю. Ну, как, не очень. Вообще не спал практически. Ваше представительство есть только в ВК. Вы есть в Фейсбуке для тех, кто не любит ВК. Ну, я не люблю Фейсбук, так что мы квиты. Вы понимаете, в чем дело? Когда нам пишут, а почему бы вам там не завести страницу, где бы то ни было, в том числе на Фейсбуке, я всегда привожу историю с нашей страницы ВКонтакте. Вот наша группа ВКонтакте, которая сейчас насчитывает 30 тысяч подписчиков, она вообще не принадлежит нам. Вот парадокс. Ее создали наши зрители. Создали очень давно, несколько лет назад. Развивали очень долгое время. И мы там впервые админские права получили только во время выборов. Люди, которые нас смотрят, которые администраторы, они не дадут мне соврать. И сейчас, да, там уже достаточно большое количество людей, которые имеют администраторские права, которые там свой какой-то контент размещают и так далее. Но до недавнего времени это вообще была инициатива наших соратников. Поэтому создайте нам страницу в Фейсбуке. Мы посмотрим, если она проживет долгое время, там несколько месяцев хотя бы, вы будете ей активно заниматься. Люди в ней будут какую-то активность проявлять. С удовольствием мы ее озвучим. И вот, пожалуйста, наша страница в Фейсбуке. Увлекаюсь ли я автомобилями? Вообще не увлекаюсь автомобилями. Нет у меня какой-то тяги к машинам. У меня правда даже нет автомобильных. Хотя я машину вожу, я мотоцикл водил несколько лет. Мотоцикл у меня был, сейчас даже до сих пор есть. Машин не было, но водить машин я не буду. Приведайте привет Иркутску. Привет Иркутск. Тесак вам привет передавал. Не знаю, не видел. Если передавал, то привет ответный. Был ли я за границей, но если вы внимательно смотрите плохие новости или периферийное зрение, то вы знаете ответ на этот вопрос. То есть неоднократно я в этом глотал. Так, пара минут у нас осталось. Кирилл Обухов, привет. Просит передать, передай. Как насчет действий, а не слов? Во-первых, слова порождают действия, и без этого вообще никак. А во-вторых, таких действий напишите, что вы предлагаете. У нас есть вполне четкое понимание, какие действия нужны, и мы их делаем, и будем продолжать делать. Тебя я прям сразу забаню. Ну, да, так. Предупредительный выстрел. Первый человек, который... Второй, да, которого я сегодня забанил, а то пишет, что я тут баню какими-то невероятными количествами. Как дела у жены, что перестал лимонеть жены? Как дела у жены? В какой группе опубликована программа, почему-то не найду. Ну, давайте мы сегодня выложим ссылку на сайт, там ее будет проще найти. Расскажи про Эдуарда, как он, чем он занимается. Я не живу с Эдуардом, я вам скажу честно, я Эдика, вот интересная такая, экскурс такой интересный. Эдика я первый раз увидел во время нашего первого эфира, который я посетил, тогда еще и даже не задумывавшись о том, что я когда-нибудь буду вести арт-подготовку. Вот интересно, вот вы хотите романтических историй. Вот вы наверняка там кто-то помните первый эфир, который я начал вести с Валерой, там какие-то у меня маленькие реплики были, потом все больше, 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 потом Валер ушел, начал вести я, потом я начал так иначе появляться в кадре, потом выборы. Вы меня узнали более подробно, теперь вот своя программа и так далее. А вот был эфир, про который вы никто не знаете, это был еще на старой студии, где был шкаф, сзади не такой большой, а такой узкий шкаф, все вы его помните. И я вот пришел, Ильнур Байрамов меня туда пригласил, в общем-то я был за кадром, естественно, ни одного слова не сказал, слушал, и романтическая история заключается в том, что я тогда не спал практически, наверное, суток, но двое точно. И вот шли третьи, и очень я себя плохо чувствовал, и я прям засыпал, сидя, стоя, и на самом деле было там, как бы, сложность была в том, чтобы не упасть. Вот Вячеслав Мальцев пришел на этих словах. Мы еще пока в эфире, сейчас рассказываю, как я был у вас на первом эфире. А вы помните, как я был у вас на первом эфире? Наверное, не помните. А я сдерживался, чтобы не уснуть, не упасть и не уснуть. Да, причем, не, не скучно, я очень долго не спал, причем вы что-то рассказывали, я прям помню, вы что-то очень эмоционально рассказывали, поворачивались на меня, смотрели на мою реакцию, я так просыпался и там, да, 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 очень интересно. А на самом деле я так уже практически, практически спал. Такие вот интересные истории. Ну, давайте какой-нибудь последний вопрос и заканчиваем. Слышал ли я про арест Ивановского оппозиционного ТВ-канала Кустова? Не слышал, пришлите ссылку, очень интересно. Слышал ли я про арест Ивановского оппозиционного ТВ-канала Кустова? Сергей, если есть сторонников, хоть сколько-нибудь значимые люди, способные вытащить страну из пропасти, можно без фамилий. Да, в общем-то, и с фамилиями, те, кто нас давно смотрят, знают, что нас поддерживают и многие известные люди. Так или иначе, может быть, они там не лезут к нам обниматься и целоваться, и присматриваются. Это нормальная позиция, в общем-то, адекватных людей. К нам приглашал, нас приглашал на эфир Алексей Навальный, и многие помнят этот эфир. Очень хороший, кстати, эфир очень таким ярким вышел, да. И, в общем-то, насколько я понимаю, он очень положительно к нам относится. Может быть, там не наш фанат, да, но тем не менее. У нас сотрудничество определенное есть. И не только, как бы, ни одним Навальным ограничен список. Конечно, есть люди и известные, в смысле, медийно-популярные, и менее медийно-популярные, которые являются профессионалами своего дела и которые будут очень полезны после 5-го-11-го. Последний вопрос. В Киев когда приедете? Вот точно не знаю. Вообще, за рубеж нам уже намекали, что лучше не выезжать, потому что можно не вернуться. Есть ли вопросы, где мнение твоего с Вячеславом расходятся? Есть ли да, то какие? Огромное количество таких вопросов. Ну, не огромное, может быть, но много таких вопросов. И у нас были такие даже серьезные споры. Но я не знаю, насколько это корректно, но я думаю, для многих людей не секрет. По крайней мере, когда был такой разговор, что, возможно, у нас будет в эфире Геркин, небезызвестный вам, Стрелков, я сказал, что я этот эфир вести не буду. Ну, на этой, не знаю, позитивная или не очень новость, нельзя безнадолго. Да я как-то всю жизнь особо не сплю, поэтому... Не, я сплю долго иногда, а иногда вообще не сплю, поэтому... Где Навальный? Может быть, кстати, мы встретимся с Алексеем? Не знаю, надо как-то попробовать. Почему нет? Может быть, второй эфир проведем, если он будет не против. Я думаю, вам было бы интересно. В общем, так или иначе, дорогие друзья, большое спасибо. 7 ноября у нас сегодня, 2016 года, уже меньше года до новой исторической эпохи. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу прощения, если я сегодня был утомителен, такой меланхоличный. Ну, в общем-то, может быть, я в равновесие в такое привел после субботних криков и маханий руками. Спасибо вам, что вы нас смотрите до 21 часа. До свидания.